Приветствую вас, давайте разберем ваши вопросы. Меня зовут Елена, мне 35. Встречалась с женатым 22 с половиной года. Жена знает обо мне, все знают. Со мной жил выходные. На неделе встречались, но в 21 домой он попутник. Вчера у него годовщина свадьбы была, ходили в ресторан с его женой, мне обидно. Я напилась, ему написал, что уеду. Ну, всякую чушь, он меня заплакировал. Сейчас мне плохо морально, как перестать за ним бегать, чтобы снять устало. Звоните ему со всех номеров номеров. Я просто в эмоциональной зависимости от него. Помогите выбраться из этого ада. Жить даже не хочется, как устало. Ну, смотрите, Елена, о чем здесь идет речь, как мне кажется. Зависимость и вообще эта история про то, что вы встречаетесь с женатым. Это, на мой взгляд, история больше про ваш личный, так скажем, костыль. То есть эта история про то, что вам чего-то не хватает очень сильно, а чем-то вы нуждаетесь очень сильно. Вот. И изо всех своих сил пытаетесь это получить. Изо всех своих сил пытаетесь это компенсировать. В том числе вот таким способом. Чего-то вам не хватает. И не хватает вам этого, судя по тому, что вы описываете достаточно сильно. Женатый мужчина попал в ваш образ, то есть, ну, кто такой образ, да? Это вот когда то, чего вы, например, очень сильно, очень сильно хотели, да? Вот. Вы, наверное, вдруг увидели вот в этом человеке. И, соответственно, начали, ну, на мой взгляд, на мой взгляд, вполне естественным образом к этому тянуться, да? То есть, как бы, вполне естественным образом вы к этому привязались. Ну, ладно. В первую очередь, понятно, да, что привязались вы не к мужчине, да, вот, к которому у вас чувства, а привязались вы, скорее всего, к образу человека. То есть, вот это нужно в первую очередь вам, на мой взгляд, для себя понять и увидеть, что это образ человека. Это то, что он, ну, вам, по вашему мнению, может дать. Это то, о чем вы нуждаетесь. Второе. По выходу из зависимости или при выходе из зависимости или по выходу из зависимости. Очень важен следующий факт. Граница. То есть, между вами и им должны быть выстроены границы. Граница. Ведь нет ничего плохого в том, что вы встречаетесь с женатым мужчиной. Вот. Ну, мало ли у него какие проблемы в семье, да? Не важно. Это затяжные проблемы или это проблемы временные. Это не так в данном случае важно. Потому что, ну, никогда, наверняка, нельзя узнать в природе проблем, пока не поговоришь с человеком. Да? Вот. Поэтому, вам важно не только то, что вы, вот, именно встречаетесь с женатым, сколько вам, на мой взгляд, важно то, как. Как вы это делаете. И говоря, что как вы это делаете, вы это делаете именно вот без, как бы, отстраивания, без отстраивания своих личных границ. Да? Без, без такого своего рода правил. То есть, когда вы, например, достаточно чётко знаете, что вы по отношению к человеку делаете. Чего вы по отношению к человеку не делаете. Что он по отношению к вам делает. Чего он по отношению к вам не делает. Вот. То есть, это как бы обговаривается. Вот. У вас же этих правил нет. Да? То есть, вы, вроде как, с одной стороны, принимая то, что мужчина, там, побудет 21 час дома. Да? Да? Почему-то обижаетесь на то, что он идёт на годовщину. Вот. То есть, что здесь? Здесь не обговорено, какую вы позицию занимаетесь. Вот. По отношению к мужчин. Вот. То есть, я кто? Вообще, для тебя, например. Да? Вот. Вы этого не обговорили. И, соответственно, такая вот история возникла. То есть, некое несоответствие реальности и того, что есть на самом деле. Наверное, такое вот, сейчас часто, я бы сказал, явление, вот, там и спал. Ну, как бы, люди очень редко, когда обговаривают такие вещи. Особенно, если эти вещи, ну, достаточно щепетильные, скажем так. Вот. В данном случае, наверное, можно говорить о том, что вещи это достаточно щепетильные, да? Особенно для вас, например, если вы, ну, как-то вот нуждаетесь в, ну, вот, в человеке, да? То есть, если вы не ведете себя как равноправных партнеров и так далее. Вот. Дальше, значит, по общему правилу. Есть вот такое общее правило. Считается, что женщины и мужчины тоже вступают в отношения с женатым или просто несвободным партнером в отношениях. То есть, когда у них есть определенные трудности с женатым. То есть, когда человек себя как-то просто объясняет. Значит, ваша задача постараться увидеть, где, как и в чем вы себя обесцениваете. Вот. Если обесцениваете. Где, как вы себя принижаете. Где, как вы себя недолюбливаете. Где, как, где, как вы собой пренебрегаете. И так далее. Понимаете, да? То есть, как бы. Тут, тут, вот. В общем и целом. Аспект вот. Так вот, так вот. И ваша задача это постараться увидеть. Ваша задача постараться на это обратить свое внимание. И ваша задача постараться заметить этот момент. Потому что он на вас напрямую влияет. Следующее, на что нужно обратить внимание, это разграничение того, что вы встречаете с женатым мужчиной. И это ваш выбор, это ваше решение, это ваша ответственность. То, что вы вот выбрали. Такие отношения. Но. То, что вы, например, испытываете некоторые личностные трудности. Это совсем другое. Это не то же самое. Понимаете? То есть, это вещи разные. И вам прямо таки необходимо это разграничить и различать. Вот. Просто, чтобы понимать. Сейчас я веду себя человеком. Вот. Ну. Так, а не иначе. Да? Почему? Потому что я хочу себя с ним так вести. И это один момент. Это окей. Или я веду себя сейчас с человеком. Вот так. А не иначе. Потому что это продиктовано какой-то моей личностной проблемой. Какой-то моей трудностью. Понимаете? Это разные вещи. Вам необходимо это учитывать и разграничивать. Вам же, в принципе, от этого будет только лучше. Ну. Потому что вы будете для себя четче понимать. Что? 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 Вами сейчас руководят? Следующий важный момент. Это то, что между вами общего. Ну, вот. С мужчиной, в принципе. Есть ли между вами что-то общее? Вот. То есть, если у вас реально перспектива отношений, то тоже для себя нужно понимать. Да? Потому что если вы для себя этого не видите, например, то вам будет, ну, очень сложно и тяжело в общем отцом выстраивать отношения. В принципе. Да? Вот. Следующий момент. Какие или в каких чувствах вы находились, когда вступали с ним в отношениях? Ну, то есть, вот. Что вы чувствовали, когда вступали с ним в отношениях? Чего хотели? Вот. Вот. Что вам, условно говоря, да? Что вам понравилось в нем? Вот. В нем. больше всего. Да? Вот. А, ну, есть ли вот что-то такое, что вам в нем понравилось? Есть ли что-то такое, что, а, вот, ну, конкретно вас зацепило и сцепляет, а, до сих пор? Я думаю, что, конечно, что-то такое есть. Ваша задача, по возможности, это увидеть. Ваша задача, по возможности, на это обратить свое внимание. Вот. Понимаете? Да? Потому что до тех пор, пока вы не будете замечать и, в какой-то степени, даже, отслеживать свою санклатию к человеку и спрашивать себя, вот, чего мне-то надо? вообще. Я почему хочу вообще? Ну, ситуация будет довольно печальной. Вот. Понимаете, да? Какая штука? Я не знаю. Но это определенная работа над собой. В первую очередь. И, на мой взгляд, если вы, ну, на самом деле, вот, хотите, да, выбраться, выбраться из этого ада, как вы говорите, то вот вам нужно начинать свою вот психотерапию. Чем раньше, тем лучше, потому что, ну, чем быстрее вы в этом находитесь, да, тем, ну, важнее вам из этого будет выходить. Также, хочется обратить внимание на то, что вы находитесь в треугольнике кармана. То есть, что такое вот треугольник карман? Это то, что вы то жертва, то преследователь, вот мужчина-спаситель, а его жена, как бы, в данном случае, получается тиран. Тиран, который, ну, вот, оснимает у вас возможность быть, ну, вот, с мужчином, к сожалению. Ну, или так вам сейчас это кажется. Вот ваша задача выйти из треугольника карман для себя. А дальше мне необходимо сделать следующее. А взять ответственность. Вот. Вот ответственность на себя, на себя за то, что вот с вами происходит. Вот. И когда вы возьмете на себя ответственность, вы увидите, что можете управлять тем, что вашей жизни происходит. Вот. И увидите, что называется, свет в конце тенера. Вот. И, наконец, последнее. О чем хочу сказать. То, что происходит. Я имею ввиду, весь этот ад, о котором вы говорите. Я имею ввиду, весь этот ад, о котором вы говорите. Я имею ввиду, весь этот ад, о котором вы говорите. Я имею ввиду. Я имею ввиду, весь этот ад, о котором вы говорите. Я имею ввиду, весь этот ад. Я имею ввиду, весь этот ад. Имеет определенную выгоду. Имеет определенную выгоду. Вопрос только в том, какой. Сейчас вы этого не видите. Сейчас вы этого не понимаете. Сейчас вы этого не чувствуете. Но на этой выгоды есть. И вам важно увидеть, что это за выгод. Вам важно для себя постараться понять, что вы получаете от этого. От того, чтобы, ну, так вот, страдаете, например. Ваша задача увидеть это. Ваша задача заметить это. Ваша задача впрекнуться к себе в этом. Принять в себе то, чтобы вот, о каком-то выгоду вы рассмотрели на что, что же здесь имеете. И когда. И если вы для себя это признаете. Вы признаете, что чего-то вы хотите. Вы признаете, что вот, чего-то вам нужно. Вы признаете, что, ну, вот, в чем-то вы нуждаетесь. Вот. Вы в этом себе признаете. И вы сможете начать действовать, значит, таким образом, чтобы реализовать свои желания. Вот. Ну, как бы, да, то свои потребности, которые сейчас у вас не удовлетворены. Может быть, потому, что вы и не задумывались об этом никогда. Может быть, и потому, что вы не думали об этом никогда. Может, потому, что вы признаете себя в этом бояли. Такое вполне может быть. И потому, ваш вопрос заключается в том, чтобы разобраться, чтобы понять, чтобы увидеть это. И тогда ситуация начнет выравниваться. Вот. Вот. Но, пока вы, вот, действуете так, пока вы, вот, в таком вот, ну, не принятии, да, пока вы в таком искусственном, что называется, ограничении себя находитесь. Вот. Вот. Он, конечно, будет сложно отказаться от человека, вот, потому, что, ну, вы не глупая и вы прекрасны. Понимаете, что, вот, если так вот, ну, если так получится, что вы, вот, откажетесь, да, вот, мужчины, ну, выйдете из отношений с ним, например, и так далее. Если это произойдет, то, как бы, как бы, извините, а как вам, как бы, жить-то тогда, вот. Как вам, ну, действовать-то тогда. Понимаете, какая штука. То есть тут все вот в этом смысле не так. Чтобы, я бы сказал, прямо, просто. Вот. Поэтому ваша задача разобраться с этими моментами. Ваша задача поисследовать эти моменты ваших задач. Задача заключается в том, чтобы выявить для себя эти элементы. С одной стороны, лучше себя как-то вот понять, да, с одной стороны, лучше как-то вот в себе разобраться. А с другой стороны, отграничив себя от, ну, этого человека, вот, отграничив себя от другого, вот. И, тем самым, получить некую автономность. Вот. Так, кто знает, может быть, вы и не хотите автономности. Кто знает, может быть, вам она, она и не нужна особо эта автономность вообще. Вот. Тут еще такой момент есть. Поэтому работа с зависимостью, вот в данном случае, с любовной зависимостью, вот она не быстрая. Мягкая квара. Мягкая квара. Она, ну, достаточно, длительно, быстро ее назвать нельзя. К сожалению. Вот. Ну. Вот, ну, ней этот вопрос будет. Ну, результат будет, имена произойдет немного немало ваша свобода. Вот. Мы��囉. Только задать себе вопрос, готовы ли вы что-то делать для того, чтобы это свободно стало реальностью. Потому что если не готов, да, условно говоря, то, я надеюсь вы понимаете, нет смысла тогда вам что-то начинаться. Потому что вы будете в данном случае идти на плоду у своих механизмов сопротивления. Вот вы будете им позволять, ну направлять свою модель поведения, свое отношение. И в итоге вот хорошего ничего не выйдет. Вот какая-то такая история получается. Надеюсь, что вам это было интересно. Надеюсь, что вам это было полезно. Буду вам благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго. И удачи!